возможностей для удовлетворения тела и эго говорит о том, что для человека служение это что-то более высокое, наградное. А фактически, простите, но здесь есть несколько промочаев, но фактически все родители, понимаете, и всем даже приходилось выходить на уровень души, на уровень бахти, на уровень служения. Беда лишь знаете в чём? Что вот это возможности служить в этом мире две капельки всего. Ещё есть 10 минут? Я вас как следует замучу? Мы к самому. Да? Да, да, да. Да, это означает, что тварины у них тоже есть шо? У них тоже есть уровень. Уровень души. Потому что наглядно не все, но многие птицы голодные берут червячка и не едят. Сами они сут. Согласно Фрейду должны были заглотить. Сами, понимаете, когда дети помрут, ещё их заклевать. Понимаете, это по Фрейду? Путь мужичка называется. Мы видим, что служение — это что-то, что реально есть, да? И оно реально превосходит всё. Всё то, что говорит кто? Всё то, что говорят о... Они в 16 главе. Что скажут мне по этому поводу ещё? То есть, поэтому есть третья стадия — это так называемая зрелая личность. Что для неё важно? Потому что уже нету сил. Если у человека есть... Когда есть служение, да? То, по идее, нету сил для того, чтобы наслаждать тело. И нету сил для того, чтобы конфликтовать на уровне ложного. Ложного эго. Понимаете, это и есть что переступание через... Через синь. То есть, выход за пределы своей ограниченности. Выйти за пределы своей ограниченности можно только через служение. И все чувствовали это. Никто никогда не жалел, что он переступил через потребности тела и своего эго ради того, чтобы быть полезным кому-то. К другому, беда в том, что служение — это его особо труд. Вот оно как-то и не оформляется. И вот две капельки. Вот дети появились, чуть послужил, понимаете? Чуть-чуть, недолго. Но иногда у кого-то затягивается. Может, на Украине это затягивается. Но в других странах. Ну и внуки там чу. Внуки появились чу. Чуть-чуть, да. Хотя человек чувствует, что в этом есть высший вкус, есть высший какой-то уровень. Но оно что его? Его нет в этом служении. Оно здесь, в этом мире, просто не на фару. Понимаете? Знаете, о чем говорит Шима Бхагава там? Чем я хотел закончить по этому поводу? То, что служение, служение, его надо, оно не дешевая вещь. Это не так дешево, что увидел, съел, или же победил на уровне характера кого-то. Свою характеру, он задавил чужой характер. Служение — это такой степени дорогая вещь, и редкостная. Что его надо что? Это служение. Его надо заслужить. Его надо заслужить. А есть памятник? Смотрите, что по этому поводу говорят не они. Высшим занятием, дхармой, для всех людей. Это кто уже говорит? Демоны еще? Нет, они. Это уже говорят не они. Конечно, из скромности вы не говорите, что это говорим мы, да? Потому что, как бы уже сказали, что это нехорошо. Что мы должны переступить через это, да? Ну, это говорит Кришна, это говорят преданно, говорят, чем адбакатам, говорят, ачаре. Но об этом также сказал Фрейман, об этом начал говорить, что высшим занятием. Но он не мог предоставить этой возможности служения, потому что вещь недешевая. Служения нигде не накопаешь столько много, как поесть и как поконфликтовать. Служения меньше возможностей. Чуть-чуть детям и чуть-чуть внукам. И там оно как-то дальше все не вяжется, не оформляется. Поэтому высшим занятием, дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному, преданному служению, трансцендентному Господу, чтобы полностью удовлетворить... Вам в обратную сторону. Я уже раз сходил. Надо вернуться. Давайте еще раз сначала. А, нету сначала. Чтобы полностью удовлетворить душу. Здесь тоже. Видите, какова цена? Да. Мы даже не можем стих. Это непростая вещь, понимаете. Служение не так доступно. Даже в своем постулировании. Не так доступно, как бери от жизни. От жизни все живи здесь. И сейчас. Мне еще надо заслужить, чтобы целиком... Дайте мне первую часть я здесь. Видите, это цена, это нормальная цена. Я вот эту нажимаю. Так, ну вторая часть, а мне первая. Это год назад. Хорошо. Высшим занятием, дхармой всех людей, подозревается взрослых, мы не рассматриваем детей и подростков. Высшим занятием, дхармой всех взрослых людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к преданному любовному служению, трансцендентному Господу, чтобы полностью удовлетворить душу. Такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. И оно что сделает? Оно полностью удовлетворит душу. Но что очень интересно, в этот момент, здесь две части стиха, поэтому может быть символично, что два устройства. Если читать бегло, то может показаться, что здесь говорится, что надо заниматься чем? Бескорыстным и чем? Непрерывным, преданным служению. И ты вот берешься, оно как-то прерывное и корыстное, и плюх с самого старта, что не сработало, придется назад к Адлеру и к Адлеру возвращаться. Но здесь не об этом идет речь. Здесь речь идет о том, что это преданное служение, бескорыстный и плюх, на его что нужно? Его как-то надо заслужить с помощью какой-то действительности. То есть и высшей дхармой человеческого существа является такая деятельность, которая что? Которая приведет. Приведет. К преданному служению, которое будет непрерывным и бескорыстным. Без сомнений, родители знают, что касается детей, там есть этот момент, но он не длится долго. Он скоро прерывается и становится корыстным. И поэтому для души в этом мире ловить особо нечего. В обыденности, понимаете, в обыденном ходе, события, собственности, ловить нечего. Нужно заняться таким занятием, которое даст выход на бескорыстное и непрерывное. И такое занятие, это занятие служения. Ну, мы этим занимаемся, мы все, что делаем, делаем. Ну, это садана. То, что мы каждый день делаем, пытаемся, дергаемся там что-то, мучаемся. Это что? Это все цена. За то, чтобы выйти на бескорыстное и непрерывное. Слушай, ну, то, что я хотел рассказать. Это не я придумал, это из книги, ссылочка, параллели Гасвами. Махараджа, оно там позиционирует на мир интеллигенции, на научный мир. То, что на самом деле светлые мозги, все понимают, что служение — это высшая точка человеческой. Жизни, но светлые мозги не понимают, как сделать это служение, чтобы его было много, и оно было непрерывное. Все согласны, что служение — это высшая. Мы можем любого это проверить на уровне современных ресурсов, но никто не знает, чтобы его было много, и оно не прерывалось. А в Шримадбага там один, два, шесть, знает об этом. Запишите этот стих. Так что этого служения надо заслужить с помощью немножко другого служения, которым мы сейчас занимаемся. То есть с помощью саддана, саддана бхакти, потихонечку, потихонечку, его и заработать. На этом я хочу остановиться. Гранд-Арад, Шимадбага, Гитари, Шимадбага, Гитари, Шимадбага, Ки, Джай. Каждый может решить для себя, какие лозунги у него и где откликаются. Конечно, во всей этой истории мне жалко салата. До микрофона мы добрались и были свидетелями, как зрелые личности делают зрелыми всех остальных одной просто фразой, что когда-то все равно придется взрослеть. Потому что конкуренция — это не уровень души. Когда-то придется просто делать служение, после которого больше уже не будет ни сил, ни наслаждать чувства, и не будет энергии как-то, ну, обслуживать свое яго. Вопросы, дополнения, возмущения так же приветствуются. Если, как говорят они, то общество можно разделить на общество хижаков, ну и, соответственно, не хижаков. Ну, тут появилась третья категория — это полу. Полухижак полу. Это не на ресин. Это все еще они. Ну да, и не героя. Ну, по сути, если они себя отутожнюют с телом, то они себя ведут полностью как хижаки, только себе. Но почему тогда они так легко принимают служение от других? Только что, ну, ну, когда собачку кормите, она с удовольствием съест из любых рук. Он даже не задумывается, что это служение. Просто шевелится, знаешь, человек. Это рефлекторно. Какая разница, кто шевелит? Зашевелилась, я берем. Раздача пошла. Возьмите соломенькую кошечку, бля, теперь видите, как это работает. Конечно, вы будете думать, что вы полчаса на нее потратили, а здесь шевелились, сужение делали какое-то. Да, на. И все равно надо. Даже нечего к совести, к совести взывать. На этой территории, вот как раз согласно Фрейду, совесть это и есть, это и есть зловредная деятельность вот этой отросшей большой части. Квырого. Да, мозга, которая мешает жить. Мужичку, который на самом деле важен. Совесть туда тоже входит. Чем же тогда отличаются обычные служения, то есть, соответственно, и науки? Чем же отличаются обычные служения, которые совершают и другие формы служения бескорыстного под трансценентным бедным служением? Доводится до этого? Да. То есть, там эта тема обсуждается, то есть, я уже упоминал о том, то есть, трансцендентное служение нужно заслужить. Нужно заслужить, нужно принять какой-то комплекс мер, чтобы выйти в эту, в эту сферу. И поэтому, там Гацан Мехтараш также была лекция, на эту тему он проводил стихи некоторых современных, тоже прогрессивных поэтов, которые как раз мучаются не тем, что она там меня, меня кинула, ну, знаете, как обычно поэты, а мучаются тем, что я хочу развернуться, я хочу быть полезным, я хочу быть масштабным, я хочу найти свое предназначение во всем этом, этом мире, это то, что я, это то, что я хочу, это и есть, этот импульс, я хочу через все переступить, через эту примитивность, обыденность, и беда не в том, что она там меня кинула, что-то другому, а беда в том, что я все это хочу, и я не знаю, где это взять, вы понимаете, это современная поэзия, я чувствую, что это то, что мне надо, а где, а где оно, поэтому они останавливаются на уровне запроса, то, что это высший запрос, запрос человека, который оттеняет все остальные запросы, то есть, это мы можем, это уже доказано, как бы научно, это все есть, то, что это реальный, высший запрос человека, и они мучаются, не знают, да, куда адресовать этот запрос, они зависли на уровне, на уровне запроса, да, и они пытаются как-то служить, какие-то виды служения, они подчисляют вот это вот, родительство, вот этот пример приводит, но оно тоже недолго затягивается, оно дает осечки, оно потом опять приземляется, понимаете, да, запросы есть на сегодняшний день, да, а ответ от вас, дорогие господа, ответ от всех собравшихся, собравшихся преданных, на уровне запроса, это оформлено официально, подписано, как бы и так далее, то, что человек, человек это запрос, вот такой запрос, вот что является, да, это запрос до такой степени сильным, то, что он наглядно оттеняет, и запросы эго, и запросы, запросы тела, они говорят, что человек мучается именно этим, и идея преуспеть в этом, больше всего бодрит человека, чем идея преуспеть в чувственных наслаждениях, идея преуспеть в самовыражении, на уровне запроса это оформлено, а нам-то и надо, чтобы у них был запрос, а у нас был, потому что, если бы у них был запрос, и ответ попросить, то тогда бы нам, наша жизнь бы не удавалась, чем бы было бы заниматься, а так все очень красиво, там есть запрос, а вот мы распространяем, ответы все сюжетно так сочетаются, поэтому не стесняйтесь распространять этот ответ, ей-богу, не стесняйтесь, поверьте, у людей есть этот, у людей есть запрос на бескорыстное, непрерывное, масштабное служение, быть полезным, быть актуальным, выходить за пределы себя, есть это, но никто не знает, вы знаете, есть вилка, но все ищут резетку, а там, знаете, как в тематике, дайте резетку вроде бы, если есть вилка, то где-то же должно быть, понимаете, люди, как-то, что-то ходят, тык, 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 и оно все как-то в стену, блюх, 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 поэтому, может быть, миссия овощнава, есть, чтобы подрисоваться такой резеточкой, подъехать, понимаете, и дать им возможность поткнуть, и тогда уже, и загорелось, и все стало, не ясно, но то, что это существует на уровне запроса, можете не сомневаться, не сомневаться, каждый человек, честно поанализируя свою жизнь, поймет, что самые высокие моменты в его жизни, это моменты служения, ему бы хотелось развивать эту сферу, но она как-то не развивается, не получается, надо у кого-то спросить, как ее развивать, Фрейд и Адлер не помогут, Фреймэн сказал, что надо, но не сказал, как, а Бхакти Данцем Прабхападе сказал, сказал, как, еще дополнение, а теперь же, какое место в этой картине, в этой фразе, что попасть в Царство Бога, нужно стать простым, как ребенок, ну, вообще, еще раз указу, можно погромче, отчетливать для всех, ну, что попасть в Царство Бога, нужно стать простым, как ребенок, можете ссылочку, об этом и речь, ну, а вообще, в нашей традиции, простота, простота, это не реверчество, то есть, речь идет о том, что, может быть, иногда непосредственность ребенка как-то обожествляет, ну, понимаете, да, но, тем не менее, тем не менее, ребенок не является образцом духовности, ни в коем, ни в коем случае, пока не согласны, ведом, в каких-то традициях иногда иногда сравнивает это, может быть, это, может быть, это противостояние гьяни, может быть, эта фраза сказана как противостояние гьяни, потому что гьян это как раз вот это вот остальное наросший атамизм, да, мозгов, которые всеусла, которые всеусло Acnard, может быть, я должна есть ответ на этот вопрос, это 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 фраза не сказано просто воздух она сказано против то скорее всего против кого-то ситуативно по ситуации похоже там вот эти книжники фарисеи так какие-то были слишком уж усложненные им сказали то что будьте па будьте попроще но они мне говорили будьте рефлекторными как как дети таки невеличкие уточнення мы обговорили демонічные особи людину и хотелось бы зрозуміти ну то правда невдячна справа знищего положения на ваще полубоги от в чем мы их не ващесть с точки зору как раз мне кажется это вопрос не сильно доверяю я даже не знаю что там следующим стихом написано давайте посмотрим пару стихов знаете что они там говорят полу что там можно если есть операция на эту главу то есть объяснение опирать опираясь на 16 главу богат кит это полубоги не описано положение божественного качества не описанность в первых трех стихах вот и это категория живых существ которые следует шастрам опираясь на шастры и имеется душопер что что имеется до пресс на шастры то есть это следует божественной воле форме системы ваннаши не знаю как это стима связать стима связывается очень легко потому что следование чему-то следование системе это обязательно переступание через через себя это служение чего-то маленького одного чему-то ради чего-то большого и и целостного и это всегда переступание через инстинктивности через какие еще есть какие-то моменты своего характера да да но принцип 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 это тоже мы заводят подводит бак то что дает этот этот опыт переступания все давайте тогда будем заканчивать а а а а а а а а а Продолжение следует...